Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 17 мая и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы увидели уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 9 мая по цене 1.1815, что подтверждает сохранение нисходящей тенденции на текущий момент с предпосылками снижения до 1.1697. Ближайший разворотный уровень данной формации отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1855, максимум вчерашней торговой сессии. Пара британский фунт-американский доллар сегодня с утра смогла преодолеть максимальное значение, которое было зафиксировано вчера в среду по максимальной цене 1.3519 и сейчас делаем ретест к этому уровню, что в рамках часового таймфрейма может означать о переходе в фазу восходящего движения. Естественно, основным условием будет то, что цена удержится выше отметки 1.3446, поэтому если рассматривать открытие сделок на покупку, то именно за минимальное значение 16 и 15 мая необходимо устанавливать ордер Stop Loss. Цель роста – это первое – уход выше области 1.3616 и далее движение по направлению 1.3830. По паре американский доллар, канадский доллар мы видим коррекцию, которая уже сохраняется, вторую торговую сессию. Ближайший разворотный уровень среднесрочный находится на минимальных значениях 14 мая. В том случае, если цена сможет закрепиться, во-первых, пробить и закрепиться данный уровень, то в этом случае мы будем ожидать продолжения нисходящей тенденции в данной валютной паре с целями до 1.2610. Пока торгуемся выше данного сценария, вероятность восстановительного движения, то есть рост американского доллара против канадского доллара, на текущий момент сохраняется. Цели роста – это 1.3012 и 1.3123. По паре американский доллар и японская иена восходящая тенденция сохраняется. Ближайшие цели роста – это отметка 110.88. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 110.033. По паре австралийский доллар, американский доллар, общее направление на текущий момент пока остается нисходящим. Австралийский доллар укрепляется по отношению к доллару американскому. Ближайший разворотный уровень среднесрочный отмечаем по цене 75.65. Это максимальные значения, которые были зафиксированы 11 и 14 мая. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. Предпосылки по снижению – это область 74.46 и далее уже на 73.81. Далее у нас на очереди пара еврофунт. По паре еврофунт тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область 86.73, а ближайший разворотный уровень по последней формации отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 87.82. Далее у нас золото. По золоту тенденция нисходящая также сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область среднесрочных целей отметка 1265 долларов за тройскую унцию, а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1296. По нефтемарке Brent тенденция восходящая также сохраняется. Следующая цель роста – это уход выше максимума в 15 мая и движение далее по направлению 81.41. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 77.95. Минимальное значение вчерашней торговой сессии. По индексу DAX общее направление пока остается также восходящим. Вчера мы обновили локальные максимумы, но пока не ушли выше отметки 13042. Максимальное значение 11 мая. Именно там и находится цель для продолжения роста. То есть уход выше данного уровня подтвердит предпосылки на продолжение роста по данному активу с целями движения на 13271. Ближайший разворотный уровень по данной формации, то есть с учетом того бокового движения, который у нас формируется уже на протяжении последней торговой недели, находится на минимальной значениях 9 мая. Это отметка 12891. Пока торгуемся выше данного уровня, основное направление сохраняется на укрепление. По биткоину тенденция нисходящая сохраняется. Вчера мы вновь видели обновление локальных минимумов. Доходили до уровня 8041 долларов за 1 биткоин и вероятные цели по снижению это область 7600 долларов за 1 биткоин. Ближайший разворотный уровень пока находится на максимальное значение, которое были зафиксированы 14 мая по цене 8854. Пока биткоин держится ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра.